Мама возвращается домой и говорит такую фразу. Я была у врача, мне делали снимки, сказали, что мне уже не помочь. Я такой, мам, что за бред? Да я посмотрю, что там за документы, типа начинаю пытаться в этом разобраться. Я еду в эту больницу, всю жизнь для нас все делала, и может человек просто так пропасть. Главврач больницы смотрит на меня и говорит фразу. Все, что ты можешь сделать сейчас, это быть с ней в последнее время. Приехал опустошенным к маме, постоял у двери, пару минут настроился. Открывает мама. Я говорю, мам, привет, ну что ж ты меня так напугала-то? Я с врачом поговорил, он говорит, да там сейчас мест просто в больнице нет, у них сейчас там какие-то проблемы типа с чем-то, с оборудованием. В ближайшее время сделают тебе операцию. А ты меня так напугала, прямо она говорит, странно, мне сказали, что уже ничего сделать нельзя. Я говорю, так здорово, что ты поговорил, мне аж прям типа легче стало. Я иду в свою комнату и просто навзрыд плачу в подушку. Мама перестает в какой-то момент внятно разговаривать. Ее перестают все понимать. Не было никого, кто хотел помочь в этой ситуации, не было никого, кто бы решил эти проблемы за меня. Соседка с первого этажа приходила ко мне домой и говорила, не мучай маму, оставь ее в покое. Хватит играть в Господа Бога. А я пытался ее спасти. Еду в эту больницу, к врачу, к молодому нейрохирургу и рассказываю ему всю эту ситуацию. Он мне говорит, типа в твоей ситуации есть миллион врачей, которые могут попытаться что-то сделать, но есть только один, который реально может помочь. Он мне дает его телефон. Я звоню этому врачу. Он говорит, хорошо, но это будет стоить столько-то денег. Могу ли я дать деньги после операции? Он говорит, да, конечно. Операция длилась 8 часов. Я говорю, ну как все прошло? Как будто бы сам зная, какой ответ я услышу. Он говорит, технически операция прошла успешно. Нужно понять, хватит ли сил выкропаться теперь из реанимации. На третий день маму выписывают из реанимации в обычную палату. И вот тут момент. В какой-то момент я сижу рядом с мамой, смотрю что-то в телефоне. Она лежит, не подает никаких признаков жизни, в принципе. В какой-то момент я слышу сзади голос. Она говорит, дай мне воды. А я голос мамы не слышал на протяжении 6 месяцев, наверное. И я даже не понимаю, что это. Я поворачиваюсь и говорю, что? Она говорит, дай мне попить. В какой-то момент мама начинает ходить. Маму выписывают из больницы. Представляете? Я смог. Я смог ее спасти. Один. Без связи. Без бабок. Будучи простым пацаном с района. Вы не представляете, насколько малы были эти шансы. Мне давали 3% на то, что она просто выживет после операции и будет лежать овощи. Сейчас моя мама дома. Я могу ей позвонить. Могу с ней поговорить. Она гуляет с собаками. Она все делает сама по дому. Она жива. Она может полностью функционировать как человек. И всего этого я достиг сам. В тот момент я понимаю, что возможности человека, они безграничны. Просто мы недостаточно давим порой ту цель, к которой мы стремимся.